Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшое короткое обзорное видео о чечелах гуся. Не так давно у меня была охота, вышла на канале вот ролик. Осенью у нас происходит миграция белолобого гуся. Она у нас весьма скоротечна, это не весенняя охота. Весной есть достаточно большой промежуток, гуся поохотятся, а осенью в нашей области этот промежуток совсем короткий. Там от двух до четырех дней обычно максимум. И для того, чтобы в полной мере насладиться этой охотой, были приобретены эти чучела. Они отличаются от тех, с которыми мы охотимся обычно, и давайте я о них вам сегодня расскажу. Это чучела от российского производителя, называются они РПГ. Есть как плавающие, есть и полевые чучела. Я в полной мере использовал плавающие, так как мы гуся нашли на воде и стреляли его на подлете, когда он хотел переночевать, скажем так, на озере. Но есть и полевые. Сейчас давайте более подробно расскажу о них. Первое, из чего они сделаны? Сделаны они из очень интересного материала. Это пенополиуретан. Он существует разной плотности. Здесь достаточно большая, он твердый, практически как дерево чучела, но при этом достаточно легкая. Вес полевого чучела 1 килограмм. Плюс этого материала, то, что он абсолютно никак не изменяет со времени, в зависимости от температуры. Очень хорошо плавает, он не может утонуть в принципе. Очень немаловажный факт, что это чучела ручного производства. Это не машинное производство, где одно и то же чучело просто копируется, копируется. Каждое чучело изготавливается вручную и затем вручную красится. Краски подобраны весьма реалистично. Пробовал на истираемость. У меня был большой вопрос, как же будет держаться краска. Тест на окрашивание. Стеклопластик рисует, но краска держится. Само чучело сделано из черного материала. Соответственно, если где-то у нас протрется, оно не будет белеть. Будут черные полосы, если краска уж совсем отойдет. По расцветке. Расцветка, на мой взгляд, весьма удачная. Как у белолобых густей, так же, как и у гуменников. Формы, я так полагаю, у них одни и те же. Меняется только маленькая расцветка. Давайте начну. Расхожу про плавающие чучела, в первую очередь, с которыми я уже отохотился. Низ чучела. Есть специальные вырезы. Они служат для того, чтобы у нас чучело как бы прилипало к воде и не переворачивалось. У чучела отсутствует киль. Соответственно, если вы бросите это чучело, оно может упасть на бок и само не перевернется. Поэтому расставлять его нужно аккуратно. Но при этом, за счет вот этих вырезов, у нас на охоте дул достаточно сильный боковой ветер, чучела от ветра уже не переворачивались. Для крепления есть специальное отверстие. Я крепил чучела своим обычным методом, то есть на веревку. Я повесил карабинчики на чучела. Взял свою монтажную веревку. Она из себя представляет груз на 120 грамм. Резинка полметра. И дальше пошла веревка. На веревке через каждые полтора-два метра установлено кольцо. Соответственно, мы через карабин цепляем это к кольцу и устанавливаем. На противоположном конце точно так же резинка и груз. И вот эти два груза 220-240 грамм, они могут держать до 12 чучал. Без разницы, гуси, утки, оно это держит. Если есть на озере небольшая трава, она цепляется и чучела стоят намертво. Никакой ветер это абсолютно их не уносит. И соответственно, очень быстро, очень легко, нам не нужна веревка на чучеле. Я их подцепил и они держались. Так, продолжим дальше по чучелам. По весу. Взял специально весы, посмотреть сколько же они весят. Потому что чучело полнообъемное, в нем нет воздуха внутри, он полностью стоит из материала. Одно чучело весит 840-850 грамм. Если учесть, что это полноразмерное чучело, вес в пределах нормы, так сказать. Что касаемо полевых чучал, они сделаны немного больше. Вот если взять, посмотреть, у них и форма другая, и полевые немного больше. Давайте теперь перейдем к полевым. Есть две формы, сторожевой, либо отдыхающий, кто как его называет. И основная форма, которую должно быть больше всего на поле, если вы охотитесь, это кормящийся гусь. У него очень интересная поза. Немного искривлена шея в сторону, не четко прямо, а немного в сторону, что добавляет нам небольшой игры. С нижней части есть углубление, так называемый стакан, и отверстие для того, чтобы ставить стойки. Стойки идут в комплекте. Просто одевается, и чучело у нас стоит. У него есть небольшая степень движения, но она ограничена. Чучело не может болтаться на 360 градусов. Стойка сделанная из стеклопластика десятки и такой концевик. Очень крепко и очень удобно его вставлять, не боишься, что оно сломается. Чучело на самом деле громадное множество, начиная просто с профилей плоских фанерок. Затем у нас идут мягкие складывающие чучела и так называемый представитель полнообъемных чучел. Профиля плоские, их надо множество, просто сотни, две, три, наверное, чтобы они хорошо работали. Мы не будем сейчас брать север, где уже птица садится на гнездо, и она садится в 10 профилей. В обычной нашей средней полосе России, где гусь летит, он уже достаточно насторожен, его уже много раз стреляли. Соответственно, надо убрать бдительность птицы. С профилями убирают множеством профилей, потому что если стоит чуть профиль так, его видно, а только он стоит так, гусь его не видит. Соответственно, их надо очень много. Затем идут чучела мягкие, которые складываются. У них есть большой плюс тем, что они вроде бы большие, объемные, но их можно сложить и взять достаточно большое количество. Да, они имеют тоже право на жизнь, весьма очень хороший вариант. Можно их взять с собой, поставить, но у них, как правило, за счет этого складываемости теряется форма. Они никогда не будут выглядеть, как полнообъемные жесткие чучела. Соответственно, краска на них точно так же не ляжет. И есть отсюда очередной минус. Их надо тоже определенное большое количество. Я бы сказал, 50-60 штук – это оптимальное количество, которое надо для средней полосы. Потому что сзади у них тоже есть отверстия, есть помятости. Соответственно, бдительность птицы надо нам убрать. Берем также количеством. И завершает нашу гонку полнообъемные чучела. У них есть огромный один минус, но это же их достоинство. Это объем, который они занимают. Потому что чучела нельзя сложить. Оно какое есть, такое есть. Соответственно, их надо в чем-то носить, в чем-то перевозить. Чтобы их сберечь, нужны сумки. И одна сумка с 12 чучелами занимает очень большое пространство. Но здесь вытекает второй плюс. За счет реалистичности окраски мы можем взять меньшее количество гусей. Соответственно, таких чучел, я думаю, достаточно 12-16 чучел на одного охотника. Это выйдет с головой. Мы убираем бдительность птицы за счет супер реалистичного окраса, супер реалистичной формы. Они не мятые, они не бликуют. Это полная анатомия птицы. Соответственно, здесь уже дальше каждый выбирает сам, кому что по душе. Кто-то пилит картон, делает профиля, кто-то сминаемые чучела берет, кто-то полнообъемные. Здесь не могу вам советовать, что выбрать. Каждый должен решить для себя, а лучше попробовать. Соответственно, я вам рассказал просто еще про одного производителя, еще про одних чучел. Делать выбор уже, соответственно, вам. Все ссылки на данного производителя, на данные чучела указаны, как всегда, внизу под видео. Можете зайти и посмотреть. Также хотелось бы услышать от вас, какие чучела вы используете и за что вы. За профиля, за мнущиеся чучела, либо полнообъемники. Мне было бы интересно посмотреть. На этом все. Спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Пока-пока.